Дадим слово представителям команды гостей, поздравляем вас с победой, вы получали игрока прокомментировать этот матч, Александр Пучуо, еще чего сегодня удалось выиграть? В половине мы как-то начали, не знаю, было холодно, может как-то догонялись в игре, не выполняли тренерскую установку и было как-то нехорошо, ничего не получалось, проигрывали. Во второй половине мы собрались, все настроились на победу, выкладывались, догнали, выиграли, значит выполняли это шаг в игре. И хочу сказать спасибо, все игроки выкладывают, все хотели на эту победу и понимали, что мы сильнее и выиграли. Летом я боролись с Пьемом Артамоновым за место в сборную Украины, за место основного разогревающего сборную Украины. Эту борьбу выиграли. Было какое-то сегодня особое противостояние между вами, была какая-то подоплека личная? Ну если честно с Климом я еще со школьной лиги играю, вместе так против, он играл в химике все время, я играл в Днепр. И мы все время так с ним играем на одной позиции, можно сказать соревнуемся. Ну и у меня наверно так с детства уже с ним, как бы так играем против, соперничаем. Ну а так мы дружим в принципе, общаемся вместе. Есть ли вопросы? Мы можем вас отпустить. Спасибо. Спасибо вам. Ну и слово тренеру гостей Вальдомару. Ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Всегда приятно у вас давать интервью. Выиграешь, проиграешь. Приходят ваши люди, которые болеют за баскетбол, которые понимают баскетбол. Команда проиграла неважно, но они видят саму игру и счастливы от этой игры. Я могу сказать, что мы сегодня начали, игрок сказал, не знаю почему, я скажу, что мы очень выкладывались на игре с Химиком. Мы приехали туда с ними бороться. Мы даже проигрывая игру, мы хотели вернуться и отдавали там, ну скажем так, 100-110 процентов. Конечно, потом еще поездка и через день следующая игра. Восстановление, ну просто игроки не восстановились, но еще приехали и холодный зал. Сегодня было такое, ну, куча моментов, от которого мы не могли разыграться. Но первый, второй тайм, скажем так, они тогда разомнялись. Потом начали второй, третий тайм головы работать. И, конечно, когда ты играешь в баскетбол, а не только присутствуешь на площадке, получается совсем другая игра. Спасибо игрокам, что они смогли вернуться в игру, смогли услышать, что от них требуется в защите и в нападении. И поэтому мы в концовке смогли удержать результаты, которые мы добились за третью, четвертую и четвертую. Спасибо игрокам, что вы в комментариях. Поздравляю вас в предыдущем. Спасибо. Спасибо.